всем привет дурочка всем привет вам алейкум брат друг сестра всем привет сегодня мы хотим нет ты хочешь ты хочешь вообще-то вообще-то ты хотел делиться впечатлениями мы выложили на нашем канале 5 частей экспо 2017 5 видео которые у нас получились с того дня когда мы ездили в астану на экспо получили очень много комментариев кто-то хвалит кто-то ругает кто-то разглядел какой-то негатив наших видео в наших комментариях кто-то нас послал езжайте свою россию рисей почему-то многие считают что мы россияне которые приехали обосрать казахстан это такой бред вот люди открывают видео и даже не смотрят вообще что мы показываем что мы снимаем у нас столько видео про казахстан где мы везде хвалим каждую там глубинку каждый населенный пункт и нелестных комментариев лично я не помню сразу хотим сказать что выставка нам очень понравилось нам понравились особенно нам понравился конечно же национальный павильон та самая сфера где шарик да где казахстан показывал свои достижения свои открытия это конечно очень интересно и если вы поедете на выставку первым делом идите туда потом уже гуляйте по остальным павильонам потому что после того как отдохнете ножки у вас остынут потому что идти нужно будет очень долго первый этаж вам нужно будет пройти самого начала как вы зайдете потом вы поднимете сразу на восьмой этаж из восьмого этажа будете спускаться по спиральке по всем этажам смотреть осмотреть нужно очень много там не только можно смотреть а можно участвовать всяких играх да можно там все сенсорное такое все в энергии будущего все такой фьючер на велосипедах на можно там покататься поучаствовать в игре есть в этот типа какой-то гиро не гиро в общем такая панелька как вот в телефоне есть игра шарик нужно вот так вот двигать вот только ты там за место шарика ты так стоишь посередине и тебе нужно вот так вот эту панель шатать и шарик на экране будет двигаться в какую-то сторону в общем очень много всего чего других павильонах нет нет других павильонах такого ну мы других павильонах такого нет но мы были всего лишь где-то в четверть павильонов в это вот в начале с одной стороны делать германия находится и начало с другой стороны где россия находится а вот посередине там самое интересное катар там таиланд по африканские все галатинская америка сша япония северный ой южная кори северная то что у меня тут вот этого все мы просто физически не смогли прийти хотя мы пять часов утра встали в караганде на электричку сели в седьмом часу приехали в астану в 10 10 начале 11 часа мы пока там едой закупились но это на видео у нас все есть и грубо на выставку мы часов 12 попали и вот 12 часов до ну почти 12 11 грубо почти 12 часов 11 часов мы там шатались и мы сходили мы только вот на четверть павильонов на саму сферу саму ну самый главный национальный павильон и на цирк дюсселей это вот все что мы успели 12 часов и мы как бы ходили еще где-то по-быстрому где неинтересно было где-то там в германии мы задержались хорошо там где интересно принципе ну невольно становишься участником всего процесса там где-то шоу есть нужно где-то участвовать можно во всем этом это ну просто интересно просто так вот мимо не пройдешь нам в австрии вообще там целый фитнес зал устроен рай для детей если вы хотите поехать маленькими детками даже не раздумывайте там развлекутся вот так там больше для детей на чем для взрослых потому что там есть на улице нет на улице находится целый экспо-кидс там большая территория всяких веревочек там всяких выдают качели печели каждом павильоне просто да дети там чего-нибудь светится что-то моргает чуть нажать можно что-то сенсорные они вот все вот так вот и особенно в австрии там вообще развлекуха была и качельки и велосипеды и ну на видео есть все можете посмотреть дети вот только экспо-кидс она тоже там достаточно солидных размеров и и битвы роботов там есть и всякие площадки и лазилки и качели чего-то только нет и на любой возраст причем для малышей площадки есть и для подростков на территории есть фастфуды фудкорты цены ну естественно цены будет выше выше чем просто вне экспо да но я бы не сказал что они выше там прям грандиозно выше есть в павильонах кафешки и рестораны в самих павильонах ну якобы национальный там на их национальные блюда вот там германии есть пиво который вы так и не попробовали пиво 03 стоило 1750 тенге по моему 03 и допустим в чехии чешское пиво недалеко ушло от германского то есть вот там цены вообще грандиозно но там езда отдельно как киоски такие уличные а есть прям здание там трехэтажные двухэтажные там всякие есть просто рестораны есть вот типа вот как вот в меге на втором этаже вот по бутикам по бутикам да то есть один павильон для ну со столами и вокруг него вот эти вот каждый фудкорт ну фудкорт ну я не могу сказать что цена а цены там какие-то примут кусачи хотя мы пошли там закупились пирожками сначала поели что просто денег не тратить но это опять же из-за нашей специфики какой-то потому что мы не такие любители тратить деньги мы любим найти какое-нибудь нестандартное решение мы не любим простоту нам подавать что-нибудь и такая через через одно место на гамбургер мы все-таки один прикупили там сколы уже под конец перед цирком вот гамбургер один нам обошелся 650 тенге по-моему сколы 650 тенге либо сколы либо без колы даже без колы принципе нет 650 тенге для такого масштаба это и пирожок мы там купили за 200 тенге с чем он был с капустой капуста просто жареный пирожок масле масло жареный масло масло жареный ну лично наше впечатление что не сильно отличаются цены от каких-то тех же торговых центров от каких-то курортов типа там миде очень булаки так далее 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 что-то обидно искать не знаю не слышал я ушел что каза что касается каких-то организационных моментов мне непонятен был один такой момент почему в каждом павильоне какого-то иностранного государства находится казахстанская сторона почему ребят поставили туда консультировать я честно говоря не могу понять понятное дело что экспо проходит на территории казахстана но ребята волонтеры которые стоят там работают они стоят все на входах то есть приглашают там гостей закрывают открывают чтобы там толпы не было в павильонах это я конечно все понимаю я не понимаю почему находились внутри там эти люди я не понимаю почему находились ребята внутри и консультировали по каким-то темам по научным исследованиям открытия той или иной страны почему это не делали люди которые отвечали за эту страну как сделал это шал машина машина которая стояла где у нас есть видео на улице машина шел маленькая там стоял представитель шелла по-русски не бум бум разговаривал на английском он знает все стоящие рядом волонтером горем пополам что-то переводили что-то не переводили да ну то есть там был официальный представитель того что представлялось в общем после видео в комментариях часто писали что якобы я умник такой и все такое да я не представляю что за ребята об этом пишут потому что в любой человек который пытается чего-то не знать узнать любознательный любой человек ему интересно то что представляет какая-то новинка ему хочется узнать ему об этом просто что это да то есть я увидел я не не стало интересно я хочу узнать об этом об этой штуковины какой-то новинки технологии я спрашиваю это вполне логично об этом спрашивать если тебе это интересно и ты получаешь ответы ответы получаешь очень сухие и заготовленные то есть она вот выучила текст и она его заготовки ну вот она его рассказала мне и тому кто не интересного послушать скажет да хорошо спасибо а мне а мне интересно узнать еще что-то то есть меня узнать хоть и так пара параметры где чего находится как это все делать я задаете вопрос на что мне ну я не знаю мне вот объясняли так и вот как бы вот все некоторые говорят что вы извините я первый день на этом павильоне и как бы я ничего сказать не могу ну вот так и говорят опять же мы не делали это для того чтобы не задавали вопросы какие-то или что-то это было бескорыстно сказано это было сказано для того чтобы поинтересовать удовлетворить свой свое любопытство не того чтобы унизить да не волонтеры виноваты ребят попросили постоять рассказать то что им сказали то есть если какие-то дополнительные вопросы появляются естественно об этом представители тех технологий они не все рассказывают бывает и может и ничего я буквально уверен что им дают каждому каждой технологии вот листочек прочитайте и будете рассказывать то есть там шаг мимо шаг права нету ничего такого ну я думаю что если страна представляет какую-то технологию и хочет ее продвигать она заинтересована в ее продвижении в том что человек пришел заинтересовался и захотел что-то на протяжении всего этого бубиши 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 ты вначале говорил я ни слова тебе не мешал все я уже сказал цирк деселей я уже на протяжении наверное лет пять шесть а может быть и больше где-то увидел представление цирка деселей потом посмотрел фильм них есть финцы и деселей не просто загорелась я очень хотел сходить на этот цирк я понимал что это будет очень дорого я смотрел на ценники там где они выступают там где у них стационарные павильоны но это в основном в америке в америке в канаде ценники конечно там от 100 долларов там и выше то есть сейчас на наши тенге это 30 35 тысяч тенге это минимум если сравнить допустим что у нас казахстане средняя зарплата ну не средняя зарплата просто вот по по опыту дам допустим продавцы получают там 60 70 тысяч учителя ну так же может чуть больше вот то есть это буквально пол зарплаты надо отдать в общем в сочи в адлере выступают цирк деселей вот в июле выступают можете в интернете кому интересно можете посмотреть какой да да какая дата будет билет стоит 10 тысяч рублей от вот или там все место 10 тысяч рублей на тенге это будет 55 тысяч тенге очень высокая цена сидел как-то вечером я компьютере попалась мне реклама экспо я зашел на нее посмотрел ну думаю до выставка очень масштабно все это такое на мировом то есть это такое мировое зрелище особо-то не собирались туда если честно планы были другие да мы не особо собирались туда и тут просто на сайт зашел и там как вот слайдер такой рекламы бегает и я смотрю цирк деселей выступает я нажал на нее поподробнее посмотрел и я понял что билет стоит 4000 тенге от 4 до 6 тысяч тенге стоит билет на цирк деселей и эта программа она эксклюзивная она не показывается больше где-то это специально для экспо сделали этот эту постановку до сделали специально для экспо то есть ее не будет показывать сша они будут других своих павильонах показывать это только вот здесь на экспо будет а ты знаешь как приводится шоу рефлект кто знает как что вообще символизирует название шоу рефлект напишите в комментариях и в общем я думал еще 4000 тенге стоит билет у нас забул дышны и вот эти цирки стандартные обычные обычные городские цирки билет стоит две с половиной три тысячи четыре тысячи также стоит билеты там ну это честно говоря совсем вообще разные вещи на мой взгляд цирк это цирк а цирк деселе это такое шоу это такой вот масштаб и такого сплочения ни в одном цирке вы не увидите такая такого вот командного духа как они все это делают какая музыка там какие спецэффекты какие трюки и самое интересное что все это без страховки происходит без фонограммы музыка пишется специально для каждой шоу да то есть они сами это делать сами исполняет и не просто где-то там сторонке они бывают просто в чувак выходил на гитаре играла чувиха рядом стояла пела и этот же чувак который на гитаре играл взял какую-то хрень поставил себе на подбородок или на лоб и начал играть еще и выплясывать там что-то такое в общем сравнивать сравнивать между простым цирком и цирком веселей это просто вот это все равно что сравнить фильм советского союза и фильм сша современные там какой-нибудь блокбастер спецэффектами да то есть в простом цирке идет акцент на какую-то конкретную вещь там как этого акробатический трюк какая-то там киска собака тигр то есть вот на вот этом и все на это все заканчивается а в цирке деселей это идет и освещение звуковое каждая какая-то песня все это пишется то есть у кого не просто вот барабанная дробь какая-то вот под каждое движение идет какой-то биты но просто вот цирку он очень вот простой стандартный центр он очень сжат в рамке и он вот как он был создан и вот по сей день они вот не развиваются дальше они вот как вот в этот вот арену себя вводят и больше ничего не происходит от их 10 лет у них просто нет рамок они просто выдумывают и ребята просто красавчики респект рефлект вам ну а когда в конце они вышли все вся их команда и те кто там на звуки и акробаты и все облогировали друг другу зоры благодарили много и так это здорово конечно об шоу длилось само сколько по времени час час полтора длилась на полноценный фильм вот но это все на одном дыхании настолько прошло сколько я вот невнимательная все это не особо как влюблю ну я не усидчивый человек но тут я смотрел вот так причем еще умудрялась камеру достать умеют как будто не до нее было понимаешь что нужно снять для youtube для вас не для нас конечно бы вспоминать потому что когда он и следующий раз 50 тысяч деньги отдадим хотя мне кажется макс был расщедрился в сочи попали на него все равно пошел бы чего быть не стоило вот и хотел сказать про вспышку то что снимала парень вышел сразу и предупредил чтобы все выключали вспышки так как это очень опасно для актеров для артистов в общем у акробатов о них они работают без страховки у них очень много ну бывают всякие моменты когда что-то не получается то есть и часто пиротехники или как как там те кто помогают во всему они иногда повещают вспышками своими светодиодов что что-то не то что нужно что-то там где-то сбавить обороты там меньше какой-то агрессии что там может что-то не дойти что-то в общем какой-то там брак может произойти еще что то есть этими вспышками они могут понять что вот что-то не так и поэтому просят вспышки не включать потому что артисты акробаты они отвлекаются и могут что-то недопонять и не доделать из-за того что не не до поймут между собой вот это все происходило снимать не запрещают мы получается приехали на целый день в астану и нам пришлось ночевать там потому что мы на следующий день хотели по самой астане погулять и снимать так у нас видео нет летней астаны и мы забронировали хостел 7000 у нас вышел за двухместный номер с двухспальной кроватью очень чистенький новенький уютненький и находится он вблизи практически между быть и рекам до бульваром и экспо называется астана хостел ой астана без хостел 4000 стоит вход на экспо это в будний день на конкретную дату есть билеты на открытую дату в будний день стоит уже по моему 6000 и на выходные дни стоит 6000 билет на цирке селе по краям арены стоят 4000 в центре стоит 6000 выбрали крайне но приближенный выбирали по 4000 но ближе к 6 до сну было все очень видно сушка ну вот пожалуй такие вот впечатления у нас получили со выставки нам все очень понравилось были какие-то не дать чёти все достроено в плане архитектуры в плане инфраструктуры все принципе шикарно все есть единственное что тугис еще не успел сделать маршрут от нового вокзала до экспо то есть там показывает совсем другое еще но выходя из вокзала большой стенд где указано кто какой автобусу уходит а планик волонтеров в плане консультантов в плане рабочих вокзала у них там все вот это значит как говорят банкок да там таиланд страна улыбок вот в астана приезжаешь у всех вот так вот я не знаю натянуты эти улыбки не натянуты но они буквально ты просто проходишь мимо они там подсказать что-нибудь что нибудь там где-то рассказать куда чего как направить то есть беспомощи не останется также на территории выставки когда заходишь и что охрана стоит да и консультанты все подскажут поможет чего куда это особо проблем не возникает не заблудишься ставьте лайки комментируйте и подписывайтесь на наш канал до скорых встреч пока что ты как-то в конце не сюда говорил всем вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на наш канал и конечно же комментируйте видео всем пока пока пока